Трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году захватил силы, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Трагедия, которая дважды проводила крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор. Наш долг оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. Я вас уверяю, это я знаю, о чем я и говорю, потому что вот сюда я прилетел как раз после очередного доклада в руководстве Министерства обороны, что происходит. Но это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно.